Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Здравствуйте, мои дорогие близнецы. Это ваш торопрогноз на сентябрь месяц. Общий торопрогноз по личным вопросам. Пожалуйста, есть ссылочка под каждым видео на телеграм-канал. Если нужна будет помощь, пожалуйста, обращайтесь. Буду рада помочь. Итак, близнецы. Сентябрь месяц. Ой, влюбленные тут гармония, перемирие, может быть, даже предложение руки и сердца. Мы посмотрим сейчас дальше. Это... Так, выскочил аркан. Итак, первый аркан вопроса здоровья. Сейчас достану пять арканов, потом подробно их рассмотрим. Близнецы. Сентябрь месяц. Расклад общий. Не забываем об этом. Итак, вопрос о здоровье. Тут даже пожезлов и детки могут быть. Так, следующий аркан. Успехи или неудачи. Надеюсь, только удачи. В финансовой сфере. Близнецы. Сентябрь. Здесь хорошо. Тройечка. Чаш. Как будут обстоять дела на личном фронте у наших близнецов в сентябре. Отличный аркан. Рыцарь Пентакли. Продвижение по служебной лестнице или какие-то рабочие моменты. Это у нас четвертый аркан. Близнецы. Отлично. Дама. Это вы, королевы мечей, воздух, близнецы. Следующий аркан. Общий. Что такое вот общий аркан на месяц сентябрь для наших близнецов? Отличный аркан. Дама. Пентакли. И сейчас посмотрим подробнее. Первый у нас вопрос о здоровье. Здесь пожезла. Пожезла может означать деток. Да, даже рождение детей. Это может быть знака огня. Детки могут быть. Но так как у нас уже сентябрь, огонь у нас август. Да? Ну, тогда рождение деток. Также хорошие новости. Новости, касающиеся вашего здоровья. Ожидание новостей. Получение хороших новостей. Хорошие перспективы в вопросах здоровья. Что-то, может быть, нужно сделать, решить. Ну, вот именно подлечиться. Что-то выяснить. И так далее. Здесь хороший аркан. Хорошие новости. Полная сексуальная жизнь. Детки. Общение с детками. Которое, кстати, тоже очень хорошо отразится на вашем здоровье. Вот тут уже, как раз, кстати, общение с детками может быть знака огня. И хорошие все-таки перспективы. Потому что это начало. Это что-то задумали. Что-то решили. Новости хорошие. Идем дальше. Энергия есть. Здесь потенциал есть. Второй аркан касательно успехов в финансовой сфере. Здесь даже праздник. Посиделки и с друзьями, и где угодно. Здесь желание отдохнуть. Может, кто-то устал работать и хочет отдохнуть. И уже так устал, что... Будьте внимательны, чтобы это плохо не отразилось на вашей работе. Поэтому подождите отпуска, подождите выходных. И тогда, пожалуйста, вперед с друзьями, с родными отдыхать. Также этот аркан может говорить о новости о желательной беременности. Поэтому, может быть, кто-то на работе, вы узнаете, что кто-то беременный. Поэтому вот такая новость вас тоже может ожидать. Следующий аркан в вопросах личного характера, личный фронт. И здесь замечательный аркан нашей близнецы. Рыцарь Пентакли. Рыцарь Пентакли – это аркан медленного, но уверенного продвижения ваших дел вперед. Так, как мы говорим о личном фронте, это появление надежного партнера, который надежный во всех планах, в том числе и финансам, который поддержит, который вот именно надежный. Это, может быть, рыцарь Пентакли – это надежный партнер, который даже поможет вам продвигать и ваши, конечно же, дела вперед. Следующий, четвертый аркан – продвижение по служебной лестнице или какие-то рабочие моменты. Здесь вы сами, дамы, вот можете быть, когда вы беретесь за дело, сами себя продвигаете, все решаете. Много каких-то волевых решений, может быть, нужно будет вам принять, что-то решить по работе. Надежда только на себя, как говорится. Если какие-то проблемы, то обращайтесь, пожалуйста, к специалистам. А может быть, у кого-то на работе есть такая начальница, может быть, дама, которая, кстати, может быть злопамятной, которая не забудет, если ее когда-то обидели. Но дама очень такая хваткая, деловая, она может быть тоже знака воздух. Вот такое вот общение с дамой, с такой может быть. Может быть, кому-то дама будет помогать, именно помогать, вот, или кому-то, может быть, даже и мешать. Но как-то с этой дамой может быть связана ваша работа, ваше продвижение, если вы хотите по служебной лестнице. Общий аркан месяца. Дама Пентакли. Дама Пентакли говорит о том, что, возможно, вы будете заниматься обустройством офиса, дома, чего угодно, так, чтобы вам было комфортно. Ремонт дома, покупка мебели, решение вообще каких-то задач, уплата коммуналки и так далее. Что-то связанное с домом, менять, кстати, может быть, в офисе что-то и переставлять или даже менять сотрудников. Если вы что-то задумали именно купить, перестроить, то тут самое главное рассчитать деньги, чтобы у вас на все хватило. И этот аркан говорит о любви к себе, о комфорте. То есть любите себя, думайте, близнецы, о своем комфорте. Балуйте себя, покупайте себе что-то, делайте себе приятное. Может, кто-то будет еще по-другому, если это не вы сами, то, например, женщина будет говорить, если вы мужчина. Нам нужно купить то-то, то-то. Нам нужно переделать то-то, то-то. На это нужны деньги. Давай, пожалуйста. Вот такое тоже может быть мужчина. И аркан совет из сторон ангелов для наших близнецов. Тройка мечей. Ну, тройка мечей, это, конечно, немножечко печальная карта. Она может говорить о том, что кто-то может вас расстроить, разочаровать, поступить не так, как вы хотели. Или вы что-то, какую-то ситуацию крутится у вас, вы ее все время об этом думаете. Или о ней, или о ком-то. Самый лучший способ это работа, чтобы вот это все ушло. Также, конечно, это может, аркан говорит о проблеме с сердцем. Кому-то, может быть, нужно проверить сердце. И вот, тройка мечей говорит, глубокая печаль. Займите себя, чтобы исцелиться. Вам необходимо помочь не только от, помощь не только от самого себя, но и от других. То есть, тут нужно не отказываться от помощи. Если вам кто-то предлагает помощь, нужно не забывать о своем сердце, о том, что его нужно проверять, беречь. И лучше всего, чтобы уйти от какого-то разочарования или грусти, это занять себя работой. Вот такой получился прогноз для наших близнецов на сентябрь месяц. Всего вам хорошего. Спасибо за лайки, подписку и за комментарии. И до встречи на моем канале.